Так, я чё-то вообще нифига не поняла. Ты позвал меня показать свою новую квартиру. А сейчас говорит, чтобы я пару часиков подождала тебе в ресторане. Я чё-то вообще нифига не понимаю. Да, я как бы знаю, да, я тебя приглашал, но, Катюх, король, ну, я просто хочу подготовить всё на максимум. У меня там до тебя, в моей новой квартире, там небольшая беда случилась, это смеситель в кране прорвало. Вот, вот, и, короче, смеситель прорвало, я вот этого Михалыча затопил, вот этот, который подо мной магазин. Там вообще прям сральник ему затопил, там понос золотуха, воняет, просто он говорит то, что воняет цветочками, но я это ему не верю, если мы ему сральник-то затопили. Короче, там жуть, вот, всё, нечего, сейчас, буквально через пять минут должен сантехник подъехать, там всё золотают, починят, и я тебя сразу же приглашу. Ну ладно, давай тогда быстрее, а то чё, я весь день, что ли, в этом ресторане торчать должна? Ну да, ты как бы можешь пока здесь в ресторане посидеть, можешь покушать, эта еда, правда, здесь валяется примерно где-то недели-полторы, это вспоминок кости. Ну это ресторан, тут еды много, но, правда, её никто не готовит, поэтому сначала ты можешь её себе приготовить, а потом покушать. Милки, пошли, хватит на бутылку сидеть. Всё, Катюх, давай. Сейчас мы разрулим наши проблемы, сейчас мы смеситель в кране поменяем, сейчас мы кран поменяем, сейчас мы квартиру поменяем, купим квартиру. Ха-ха-ха! И потом Кате покажем, да, то, что у нас на помен... Ага, вот именно, вот именно, я чё-то слишком как-то заврался, я ж заикаться начал, я думал, я сейчас спалюсь перед Катей, я чё-то начал какую-то фигню придумывать. Катя-то приехала ко мне в гости, да? Но проблема в том, что я думал, что до этого момента я куплю хату. Но чё-то пошло не по плану, бери Тарантайку и пошли её продавать. Я всё равно как бы на ней не катаюсь, я её купил, но ношу её у себя на голове. Это прям чё-то очень как-то логичен, да? Опа! Минуточку, сеньоры и сеньориты! Этот жилой комплекс, он же открывается то ли через 4, то ли через 5 дней, я уже не помню. Ты смотри, лестницу уже построили, прям так... Нифига себе, какая элитная! На первый этаж, на второй этаж! Мелкий, ты только посмотри, иди сюда. Тут вид открывается на весь город жизни ютуберов. Вот-вот просто всё видно, что здесь происходит. Даже дом Рикардо видно. Даже видно то, что там какой-то Кент сидит. Видно футбольное поле и на весь этот зоопарк тоже открывается. На бассейн вид открывается. Да... А, лох, даже не дострелил. Ты не в меня целься. А ну, попади, попади туда, попади. Попадёшь? Не попал. Попадёшь, куплю кофе? Молодец, заслужил кофе. Всё, пошли. А чё ты так быстро спустился? Я даже не видел, как... Ничего себе не сломал. Я такой смотрю, Мелкий, у тебя как так быстро спустился? На парашюте, что ли? Всё, 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 тихо, успоко... А, да, да, да. А сейчас по чесноку. Без всех вот этих детских шуток. Хватит шутить, Мелкий. Ты в последнее время что-то как-то слишком много анекдотов начал рассказывать. Рот тебе не заткнуть. Ага. А если без шуток разговаривать, то нам с тобой нужно задержать Катю хотя бы на ближайший день. За этот день, точнее в этой серии, мы должны себе добыть остальные 5 стаков золотых монет. Сегодня у нас будет сделка с риэлтором. Купить эту хату. И учитывая даже то, что она будет пуста, но всё же я Кате скажу то, что я хотя бы чего-то добился в этой жизни. И купил себе наконец-то квартиру. За 150 серий жизни ютубера. Или сколько там серий. Наконец-то нормальную хату. Поэтому, Мелкий, делай всё, что только можешь для того, чтобы задержать Катюху там. Сегодня мы заработаем все бабки. Купим хату. И тогда Катя придёт к нам. Давай, 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 давай. Открывай, открывай двери. Да открой шлагбаум сраный. Открывай. Открой ты дверь уже эту, сколько стоять можно. Да, да что-то никто не открывает. Ты там? Педалькин, ядрить тебя в эту выхлопную трубу. Ты двери нам откроешь в этой жизни, нет? Давай, 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 давай. Пока дождёшься, обосраться можно. Извините, конечно, если кто-то меня смотрит с родителями. Я не матерюсь, обосраться это не мать. Ну просто реально, пока дождёшься, умереть, родить можно. Я тут тачку пришёл, вот эту тарантайку вернуть. Ты же сказал то, что в течение там 14 дней, если она мне не понравится, то можно возврат дооформить. Шо, не понравилось? Да как тебе сказать? Вот прям вообще. Ну вот настолько не понравилось. Я на ней даже не катаюсь. Я её у себя на руках нашёл вот так сверху. А, ну давай-то оформим его возврат. Давай, давай, братик, давай, давай. Угу. Да, вот ты там, ты там пока заполняй документы. Ой, на самом деле, действительно, подписчики писали в комментах то, что Эдисон, в первую очередь, лучше купи себе хату, потом купишь себе нормальную тачку. Накопишь на вот эту. Я даже не... А сколько вот это стоит? 7 стаков золотых монет. Или сколько он говорил? 6? Примерно так. Потом накопим, потом купим. Сейчас мне нужно ещё заработать 5 стаков. Вот сейчас он мне вернёт 2 стака, потому что эта машина столько стоила. Ещё где-то 3 нужно будет взять. А я уже знаю, где их взять. Сейчас серию до конца досмотри и всё узнаешь. Ну чё ты там, Педалькин, долго? Да всё, я закинчив. Ну давай тогда, давай. Давай всё, будем оформлять договор. Да ща, перед завершением сделки последний вопрос для анкеты. О, ну давай быстрее, сейчас эта риэлторша уже придёт. Вот уже её тачка там стоит, она где-то по городу ходит. Давай быстро. Почему вы возвращаете машину? Да потому что говно просто, говно. Ну не машина, а говно. Всё, это единственная причина, почему я возвращаю машину. Да она еле как катится. А, ну ясно, понятно. Ну вот и всё. Ага, стак. Ага. Второй. А я права на квартиру, права на документы на машину. Вот всё. Держите. Я её поставлю сюда, откуда взял. Опа. Всё, удачи. Продать её кому-то другому. До свидания. Так, плюс два стака... Плюс два стака... Хулиганишь, да? Плюс два стака золотых монет. Ну хоть ты будешь модный на районе Тарантайки. Я-то буду пешком передвигаться. Слушай, мелкий, может нам попочки продать? Сколько сегодня почка стоит? Не? Ну зато на квартиру 100% хватит. Да люди живут без почки, чё ты очкуешь? Кто-то без почки живёт. Кто-то без совести живёт. А кто-то вообще без мозгов живёт. Это я не про тебя, мелкий. Это я про этого, который возле нас здесь где-то ошивается. Сломай стекло, мелкий, ему. Сломай. Чтобы он вышел. Фак ю. Ты откуда орёшь, собака? Какой фак ю? Сама ещё одно стекло. Выходи, партизан. Фак ю, фак ю. Да кто говорит, это не могу понять. Вот, если что, Михалыч, знай. Это мы про тебя говорим. Бессовестный. Но-но-но-но, фак ю. Да иди ты в задницу, пошли, мелкий. Реклама. Да-да-да, мы с мелким примерно 2-3 серии назад в жизни ютубера забабахали рекламу шоколадки. Если ты ещё не видел, обязательно её посмотри. Я вот для тебя, лично для тебя, прям сейчас над собой оставлю подсказочку. Вот прям тыкни. Ласково, нежно. Нажми на вот эту кнопочку вот здесь сверху. Там реклама шоколадки. Я не помню, с чем она была. То ли манго, то ли маракуйя, то ли какие-то там лесные ягоды, то ли там целонский чай какой-то. Ну, к нам, короче, обратилось вот это рекламное агентство Жирафик. Они сказали то, что вы ютубер, забабахайте рекламу, мы вам заплутим. Ну вот, пришло время платить. Мелкий, заезжай. Молодец. Так. Ну, если там хотя бы 1-2 стака золотых монет, тогда уже получается то, что нам, ну, почти хватит. 4, 5, 6, 7, 8. Ну, если 3 стака, тогда 100% хватит. Здорово, Стёп. Нас кто-то обслужит в этой жизни или нет? Клиенты пришли, банк пустой. Они что, издеваются, что ли? О, привет! Мы бабки пришли забрать. Вы так клиентов встречаете? Ты добил? Банкир умер. Кто тебе деньги выплатит? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Честным путём заработанные не можешь. Слушай, Стёпа, может ты мне в этом поможешь? Ты же в банке уже всю свою жизнь, наверное, работаешь. Да просто зайди там куда-то, сними с моей карты деньги, с моего банковского счёта, да, дай мне. Чё сложного-то не могу понять. Я не могу, не могу. Да чё сложного? Идёшь туда. Да хочешь, я пойду? Ну просто бегу, захожу туда, где-то здесь 100% бабки валяют туда и всё. Но я как бы не хочу, потому что меня потом посадят. Если кто-то увидит, то меня уволят к чёртовой бабушке. Да чё ты ссыкуешь? Никто не увидит. Стёпа, как бы пришло время расплаты. Кто тебя закодировал и почему ты пить бросил, а? Рискованно? А ты знаешь, как было рискованно, когда я тебе твою жёнушку Маргариту возвращал после того, как она тебя бросила и развелась с тобой? Думаешь, мне рискованно не было? Пора платить по счетам, Стёпа. Ну ладно. Никто не узнает. Просто берёшь там все мои деньги, снимаешь, которые есть на счету, отдаёшь мне, да и всё. Если шо, вся ответственность на тебе. Даже не сомневайся, Стёпа. Давай. Я тебе буду подсказывать, ты мелкий стой на шухере, если что. Просто вот по сейфам полась. Вот посмотри, там может что-то есть. Посмотри, там может что-то есть. Мой номер банковской карты моей. 4 0 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2 2 8. Ага, вот возможно здесь. Вроде никого нет, поэтому не секунь. Да кто тебя здесь может увидеть, если ты сам в банке здесь охранник? Нашёл? О, нашёл. Давай, 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 давай. Давай. Сколько там? Ага. Раз. Сколько там было? И два. О, два стака. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почти девять стаков. Всё, Стёпочка, спасибо. Пошли, мелкий. Ёберный. А чем вы тут занимаетесь? Ты ещё кто такой? Я тебе говорил? Я тебе говорил? Директор я. А... Ди... Степан, что я вам говорил? Я вас уволю, если ещё один раз увижу возле кассы. Босс, пожалуйста, не надо. Походу, кто-то попал. Ладно, вот сейчас нам пора мелкий с тобой выручать Стёпу. Так, Степан, что вы говорите? Значит, здесь у вас в банке я могу свои алмазы продать? 98-й пробах, да. Ага, ну вы сказали, что сможете меня связать там с вышестоящим своим учредителем. Как я понимаю, это вы, да? Директор. Спасибо, Степан, спасибо, спасибо, что позвали. Не ругайте, пожалуйста, своего охранника. Он выполняет работу вашего вот этого банкира, которого убили. Настоящие алмазы? Ну, да, да, да. Я вот как раз таки со Стёпой обращал вот эту свою проблему по поводу алмаза. А то мне в предыдущей серии подписчики, вы, вот-вот ты, скорее всего, все комменты заспамили. Ну что, Эдисон, Эдисон. Посмотрите, пожалуйста. Эдисон, Эдисон, у тебя два алмаза в инвентаре лежит. Почему тебе бы их не толкнуть? Да я-то не знаю, куда толкнуть. Вот как раз таки... Я-то и думал, что я банкиру смогу оттолкнуть, а банкира, оказывается, убили. Ну как оказывается, я обнаружил его труп, да? Я просто забыл то, что его убили. Ну так вот, мне вот эти два алмаза продать надо. Я вас запишу на завтрашнее утро на консультацию. А, ну... Ну, беспро... Хорошо, хорошо. До завтра. До завтра, до завтра. Мы в расчёте. Ну как тебе сказать? Я-то тебе жизнь спас, и твой брак. А тут ничего такого... Ну, ладно, ладно, всё хорошо, мы в расчёте. Всё, спасибо, Стёпа. Ага. Так, остался ещё один стак золотых монет. Ну, слушай, я могу свою хату вот эту уже обратно вернуть вот этой риэлторше, да? Она как раз таки стоит один стак золотых монет. И вот тогда мне как раз таки хватит на всё. Поэтому... Ну, ладно, башка тряса, давайте я пот... Ну, мелкий прям кайфует, кайфует. Давно я его таким не видел. В предыдущей серии. Ну, всё-всё, забирай свою шайтан машину, да? Мелкий, я походу знаю, что тебе на твой день, следующий день рождения купить. Магнитофон. Будешь ходить по городу, вот, вот, слушать вот эту музяку, да? Ага. На кой фиг тебе кофе в каждой серии? Вот магнитофон тебе куплю, хватит на всю оставшуюся жизнь. Тачку в руки и погнали. Стак, 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 стак золотых монет. Ладно, короче, мелкий. Мы сейчас с тобой встречаемся с риэлторкой вот этой. Отдаём ей документы на хату, Гена. Права на квартиру. Отдаём документы на хату, она нам возвращает ровно стак золотых монет. И там как раз таки не будет хватать ещё пять золотых монет. Ладно, где-то найдём на улице. Возможно, где-то валяются, я не знаю. Вот, отдаём ей, короче, все бабки, но там немножко не хватает. Здравствуйте, где-то... Значит, эта хата продаётся. Есть покупатели? Мы покупатели. Да, всё верно. Скоро состоится сделка, мы подготавливаем документы. Так вот, сделка состоится, вот бабки мои. Хм, куплю за 12 стаков. Кого ты купишь за 12 стаков? Ух ты, ну давайте. Ты дури, Манда, Кракозябровна, я два дня монеты собирал, смы... Я пошла готовить документы. Завтра вечером встретимся на этом же месте. До встречи. В смысле ты купишь эту хату за 12 золотых... За 12 стаков золотых монет... Это лучшая хата в городе, и в реале она вам по карману. Я два дня собирал 10 стаков. Поэтому я её покупаю. Молодец, мелкий. Слушай, я, я, я клянусь, что в следующей серии куплю эту хату, и буду твой сраный магазин каждую серию топить. Вот будет у нас потоп в каждой серии. Дружба, дружба, бизнес, бизнесом. Мелкий, тащи керосин и зажигалку. Давай, давай, съезди, пожалуйста, куда-то там. Может, у кого-то есть. Фак ю. Ага. Будет не очень приятно, да? Если ночью чей-то магазин загорится. Очень неприятно будет, да? Вот прям... Очень неприятно. Я этих 10 стаков 2 дня собирал. Моя девушка Катя в ресторане меня день ждёт. А должна у меня дома ждать. А сейчас ты хочешь купить эту хату за 12 стаков? И где мне ещё 3 стака золотых монет взять, а? За одну серию! Опа, керосинчик подъехал. Готов зажигалку? О-о-о-о! Помолесеньку, помолесеньку здесь разольём на все твои прибамбасы. Мелкий, поджигай давай! Сейчас мы этого местного бизнесмена на котлеты пустим. Давай, 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 поджигай! Ишь, ты что удумал? Мою хату за... Вот так тебе и надо, сволочь. Хату за 12 стаков покупай. И как мы из этой задницы выкручиваться будем, а, мелкий? Хату за 12 стаканов тук. Субтитры сделал DimaTorzok